В эфире новости Дагестан в студии Зухра Ариева. Здравствуйте, я и мои коллеги приветствуем всех, кто собрался у экранов телевизоров для того, чтобы узнать основные события выпуска. Чтобы помнили и гордились, Сергей Меликов дал старт акции по увековечиванию памяти участников СВО. Последний день победы. Каспист почтил память погибших в результате теракта 9 мая 2002 года. Здесь проигравших нет. Велопробег от благотворительного фонда «Инсан» собрал 1 миллион рублей. Перспективы детского футбола в Махачкале подвели итоги школьной лиги Дагестана. Чтобы не забывали, Сергей Меликов дал старт акции по увековечиванию памяти участников СВО. В Махачкале на домах, в которых жили военнослужащие, погибшие в ходе специальной военной операции, появились памятные таблички. Так, мемориальную доску в честь Артура Магомедова установили по адресу Юсупа Акаева, 7. На этой же улице, на другом доме, была установлена табличка и его однофамильцу Даниялу Магомедову. На церемонии присутствовали родные и близкие солдаты, а также официальные лица. По инициативе главы Дагестана аналогичные акции прошли во многих городах и районах республики. Сегодня по всему Дагестану, в канун Дня Победы, проводим мероприятие по увековечиванию памяти наших братьев, которые подарили нам сегодня солнце, голубое небо, но, к сожалению, сами не смогут вместе с нами отметить наш великий праздник День Победы. Но, тем не менее, они являются настоящими носителями традиций и продолжателями славных подвигов отцов, дедов, прадедов, тех, кто на разных этапах защищал нашу страну в период Великой Отечественной войны, в последующих конфликтах, потому что для нас становится уже понятным, что не все хотят, чтобы Россия жила так, как она хочет жить сама. Но нам с вами никто не навяжет других правил, других традиций, других условий. Мы будем защищать то, что у нас есть, мы будем защищать то, чем мы дорожим. Поэтому спасибо этим ребятам и тем, которые сегодня будут увековечены в веках, и тем, которые сегодня продолжают выполнять свой воинский долг, защищая не только нашу страну, но и весь мир от фашистской и нацистской нечисти, как это было в период 41-го по 45-й год. Спасибо вам за воспитание. Каспийск почтил память погибших в результате теракта 9 мая 2002 года. Руководство и жители города сегодня собрались на центральной площади. Митингующие сначала направились к вечному огню, а затем к мемориальному комплексу жертвам теракта, где возложили венки и почтили память погибших минутой молчания. Напомним, тогда во время празднования Дня Победы взрывное устройство было заложено на обочине дороги и сработало в момент прохождения праздничной колонны, во главе которой шли морские пехотинцы. Всего вследствие теракта погибли 44 человека и пострадали 170. И к другим темам. 1 миллион рублей собрал благотворительный велопробег от фонда «Инсан». Маршрут пролегал от Махачкалы до Каспийска. В акции приняли участие порядка полутора тысяч человек. На финише их ждали ценные подарки. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Здесь проигравших нет. Тот случай, когда главное участие, а не результат. В благотворительной акции мог принять участие любой желающий. Сегодня знаменательный день. Этот день посвящен Великой Отечественной Победе. Этот день посвящен здоровому образу жизни. Этот день посвящен благотворительности. Взрослые дети, любители и профессионалы. Акцию также поддержали представители власти, общественники и религиозные деятели. Такое же мероприятие – благотворительная акция к Дню Победы. Я думаю, как раз таки в преддверии Дня Победы это самый актуальный такой велопробег. И дети здесь находятся, и взрослые, ну, родители, дети. Все совместно, я думаю, прокатятся и утреннюю зарядку проведут. Подобное народное мероприятие, это, она посвящена хотя бы 76-м году решения со дня Победы Великой Отечественной Войны, но она одновременно носит и благотворительный характер, и такой спортивно-зрелищный. Но самое основное – это все-таки духовно-нравственное воспитание нашего поколения. Для того, чтобы они вели именно здоровый образ жизни, для того, чтобы они оставили эти гаджеты, ненужную информацию, которая у нас была на интернете, и, как говорится, за здоровый образ жизни. Также хотелось, конечно, напомнить нашей молодежи, что День Великой Победы – это очень значимый праздник, нельзя его забывать. И для того, чтобы мы старались вот так красиво объединиться. Дистанция велопробега составила 12 километров от центральной площади Махачкалы до Анджи-арены Каспийска. На финише ждал горячий чай, сладости и подарки. Шикарное мероприятие, приехали из Кизляра просто принять участие, дозаявить о себе, что у нас в Кизляре тоже любители есть. Не только любители, профессионалы. Живем велосипедом и катаемся каждый день. До здорового образа жизни. Спасибо за организацию. Было очень круто, все было аккуратненько. Все понравилось. Только погода чуть прохладная, ветер попутный, но это не проблема. Круто. Очень классно, что инстанк организует подобные вещи. Но все-таки благотворительность – это должно быть частью, большей частью жизни, работоспособного человека. Очень все понравилось, все на высшем уровне, перекрыли дорогу. Мне кажется, это лучшее, что может быть для велосипедистов, когда дороги свободны и можно от души покататься. Благотворительный фонд «Инсан», как всегда, на высоте. Рады были тоже поддержать, конечно, такую акцию, так как все мы рано или поздно можем оказаться в трудной ситуации. И помочь друг другу – это, конечно, обязанность каждого мусульману. На площадке «Инсан» и организаторы мероприятия «Инсан» ему в театре «Инсан» подвели итоги благотворительного велопробега. В рамках акции удалось собрать для лечения больным детям 1 миллион рублей. А среди участников спонсоры разыграли 5 скоростных велосипедов и одну путевку на малых аж «Умра». Вечер поэзии, посвященный столетию Расула Гамзатова, прошел в историческом парке «Россия. Моя история». Организатором выступил женский отдел просвещения при Муфтияте Дагестана. Вероприятие посетили около 400 человек. Гостей ожидали викторины, конкурс стихов, розыгрыш призов по номеркам и многое другое. Это очень радует, что наше молодое поколение увлекается поэзией и им интересен волшебный мир, поэтическое слово, которое всегда затрагивает самые наши струны души, очень тонкие. Конечно, безусловно, поэзия очень важна для подрастающего поколения, потому что она воспитывает в них те духовные, правильные, нравственные качества. Действительно, он был поэтом, которого очень любили. И в советские годы его книги выходили миллионными тиражами. И вот из такое сообщество друзей Расула Ганзатова, которые пропагандируют его творчество, я вижу, как очень много людей откликаются, пишут. И вот эта же реакция, которая была, что люди находят в нем вот этого друга, она продолжается. И о спорте. В Махачкале подвели итоги Школьной футбольной лиги Дагестана. Турнира хватило более 250 тысяч детей. В общей сложности было сыграно около 4 тысяч матчей. Победителей награждал глава республики Сергей Меликов. В спортивный праздник украсил матч между ветеранами отечественного футбола и сборной ветеранов Дагестана. Тему продолжит мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Горечь поражения и радость победы, слезы и улыбки. В детском футболе на поле можно увидеть самые разные эмоции. Каждый из этих игроков мечтает о больших титулах. Школьная футбольная лига – место, где они делают свои первые шаги. В самой младшей возрастной группе лучшими стали третиклассники из Цунтинского района. Я очень рад, что мы выиграли, потому что мы шли к этому долго. И постараемся выиграть в следующем году. За 300 километров приехали и стали чемпионами. И вот даже в последний день мы нормально тренироваться не смогли, потому что 5 мая выпал снег сантиметр 15-20. Где-то около года как нам мини-футбольное поле построили. Днем и ночью мои дети там. За ходом финальных игр в школе Маркарова следили легендарные советские и российские футболисты. Ветераны спорта Ринат Досаев, Александр Панов и другие. Они в этот день сами вышли на поле и провели показательный матч с дагестанской сборной. Выходя на футбольное поле, мы получаем вот этот детский юношеский азарт, как вот ребята сейчас играют. И тоже не уступаем и в борьбе мы хотим, и забивать, и обороняться. И такие эмоции получаются очень важные для нас всех, потому что, скажем так, футбол после футбольной карьеры, если ты не занимаешься и не играешь, то становится жизнь немножко пресной. А когда есть такие прекрасные и города, и команды, и ветераны, это дает какой-то маленький, но такой, как бы, как смех продлевает жизнь, и также футбол продлевает для нас жизнь. Здесь же титуловных спортсменов ознакомили с работой Центра вратарского искусства имени Льва Яшина, открытого в конце апреля. Мы очень рады, мы постоянно приезжаем на эти турниры, даем напутствие, в общем-то, молодым футболистам. Самое главное, если есть талант, есть трудолюбие, значит, они что-то достигнут. Понимаете как? Поэтому это самое главное. Без таланта, без трудолюбия ничего не получится. Для этого, наверное, и делается, эти турниры, для того, чтобы, в общем-то, смотреть на ребят, как они растут дальше, как они прогрессируют. Или, в общем-то, кто-то остается на своем уровне, понимаете, кто-то более на высоком уровне. Школьная футбольная лига стартовала в сентябре прошлого года. Если в предыдущем сезоне масштабный проект охватил 150 тысяч детей, то в этот раз их почти вдвое больше, добавились еще два класса. В общей сложности сыграно порядка четырех тысяч матчей во всех 52 муниципалитетах республики. Сюда отобрались 24 команды, почти 16 районов. Просто из Махачковы, там, где есть центр Каспи, Сдербен, ну и другие там, Пинцинский, Аслахский, Тунтеркалинский, Воронкинский. Это тоже является участником полуфинала и финального турнира. Кубки, медали и другие призы. Победителей турнира наградил глава республики Сергей Меликов. Помимо команды из Цунтинского района, лучшими в своих возрастных группах стали футболисты из Ахвахского и Маграмкенского районов. Золотыми медалями отметились и махачкалинские лицеи номер 5 и 30, а также команда из 21-й Дербенской школы. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова